Ребята, всем привет! Хочу рассказать, как я сейчас начала ходить в спортзал. Я хожу либо на тренировку, то есть там пилатес, аэробика, фитнес, йога, вот, либо в спортзал. Ну, как получается, смотря во сколько приду, потому что у меня график работы непредсказуемый. Вот, хотела вам рассказать. Пришла, первый раз, когда пришла, там, в общем, есть такая система, а вы свои вещи оставляете в ящичке, и вам дают ключик. И вот я прихожу, они говорят, а ключиков нет, если хотите, можете оставить все свои вещи, сумки администратору. Вы представляете? Вот. Ну, я сказала, что я буду ждать ключик, в общем, подождала, освободился один ящичек, в общем, и пошла заниматься. Вот, такие вот моменты бывают в спортзале, они, по-моему, серьезно так предлагают, ну, то есть они могут порыться в ваших вещах. Вы должны это понимать и верить каким-то людям, которых вы вообще не знаете, не стоит. Поэтому, да, в такой момент. Сегодня тоже ходила в спортзал, пришла, тренировки не оказалась, хотя вроде в расписании она написана. Вот, позанималась на тренажерах. Беговая дорожка там была, но, честно говоря, недостаточно качественная. Такое впечатление было, что вот покрытие вот беговой дорожки, беговой дорожки, оно немножко отслаивалось. Ну, то есть она уже, в общем-то, в таком состоянии. Вот, и тут еще узнала такой момент, когда вы становитесь на беговую дорожку, а она должна быть уже включена. То есть вы подошли к ней, включили ее, потом только становитесь на нее, и все, и начинаете заниматься. Вот так вот. Относительно веса, да, 2 килограмма, кстати, я скинула, но на диете я не сижу сейчас, потому что что-то очень тяжко это все дает. Хочется плакать, стресс, депрессия начинать. Ну, то есть, по сути, человек голодный, и вот у него такие настроения начинаются. Вот. Напишите, как у вас дела, как вы относитесь к тренировкам, как часто туда ходите. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх под видео. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.